Всем привет! Друзья, с вами снова Мила и канал Болливуд Тайм. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать наши новые видео. Сегодня я расскажу вам о красавице Садхане, которую называют индийской Одри Хепберн. Песни из ее фильмов до сих пор возглавляют хит-парады самых романтичных композиций Болливуда. Матери приводят в парикмахерские своих дочерей и просят сделать им челку, как у Садханы, которую она вела в моду более полувека назад. А наряды, которые она носила в фильме «Испытание временем», никогда не выходили из моды. Садхана Шевдасани – загадочная девушка индийского кино, которую помнят и любят даже спустя 40 лет после того, как она ушла из шоу-бизнеса. Садхана Шевдасани, широко известная просто под своим именем Садхана, родилась 2 сентября 1941 года в Карачи, ныне Пакистан. После раздела страны ее родители переехали в Индию. Она была единственным ребенком в семье и получила хорошее образование при монастыре. Отец девочки был старшим братом актера Харри Шевдасани, отца актрисы Бабиты и дедушки Каришмы и Карины Капур. Садхана с детства интересовалась танцами и кино. Когда она училась в колледже, то всегда участвовала в пьесах и спектаклях. Именно там ее приметил один из создателей синтхи фильма под названием «Обана». Хотя до этого 14-летняя Садхана успела появиться в эпизоде песни из фильма «Господин 420». В «Обане» у нее была уже целая роль младшей сестры актрисы Шейла Романи. Реклама этого фильма появилась на обложке киногазеты, где девушку увидел продюсер Садашир Мукерджи и предложил ей главную роль в мелодраме «Любовь в симле» в паре с Джоем Мукерджи. Эта мелодрама стала большим хитом и вошла в десятку лучших фильмов 60-го года. На съемочной площадке начинающая актриса влюбилась в своего режиссера Рама Кришну Наяра. Но поскольку ей было тогда всего 16 лет, родители воспротивились их отношениям. Поженились они несколько лет спустя, 7 марта 1966 года, и прожили вместе почти 30 лет, вплоть до его смерти в 95-м году. К сожалению, детей у Садханы и Рама Кришны не было. После выхода «Любовь в симле» Садхана проснулась знаменитой, а ее асимметричная челка стала известной на всю страну. Вот что рассказывала сама актриса по этому поводу. «У меня был широкий лоб, что особенно бросалось в глаза на фототестах. Когда мы собирались начинать фильм, режиссер Наяр, впоследствии ее муж, сказал, что мой образ никуда не годится. В те дни только что вышли «Римские каникулы» с Одри Хэбборн, поэтому меня сразу же отправили к китайскому парикмахеру и дали наказ сделать такой же образ. Челка потом стала известна как челка Садханы. Она отрицает, что ей приходилось бороться за роли со своими сверстницами. Нас было трое – Сайра Бану, Аша Парек и я. Если продюсеры хотели декоративную красавицу, они выбирали Сайру. Если им нужна была танцовщица, они брали Ашу. А если театральность, то они подписывали меня. Так что соперничества не было. Садхана, наделенная таинственной аурой, обладала целым легионом поклонников. Однажды я решила, что хочу купить Саре, поэтому мы с мамой поехали в бутик и уже через полчаса снаружи собралось 5000 человек. Персонал занервничал и сказал, окна нашего магазина сейчас будут выбиты, им пришлось опустить ставни. Выйти было просто нереально. Мы вызвали полицию и меня вывели через маленькую дверь подсобки и увезли в полицейской машине. Сотрудники магазина умоляли, пожалуйста, не приезжайте больше лично, в следующий раз мы отправим вам Саре домой. Однажды я пошла на Чорбазар в Паранже с друзьями. Внезапно раздался шум, и мы услышали, как продавец сказал, да это же Садхана. Я узнал ее по маленькому пальцу на ноге, который перекрывает более длинный, рассказывает она, указывая на природную особенность, с которой она родилась. Я влюбилась на съемках фильма «Любовь в Симле», но знала, что мне нужно поддерживать семью. После раздела мы переехали в Мумбаи из Пакистана ни с чем, так что нам с Наяром пришлось расстаться. Он продолжил свою работу, а я свою. После замужества Садхана работала время от времени и снялась в таких фильмах, как «Цветок и два садовника», «Возмездие», «Не погасить огонь любви», «Ты принесла с собой весну», «Меня зовут Гита», который сама сняла. «После меня зовут Гита, я оставила кинематограф. У меня было плохое самочувствие. Она страдала заболеванием щитовидной железы. Некоторые даже говорили, что это сглаз. Я уехала лечиться в США, продюсеры стали обходить меня стороной. Я поняла, что то, что идет вверх, когда-нибудь должно упасть. Решила уйти до забвения», признается Садхана. По словам актрисы, ее жизнь после ухода из Болливуда стала лучше. Она много путешествовала, побывала в Париже, Америке, поездила по миру, смотрела фильмы и наслаждалась нормальной жизнью. У нее не было отпуска с 15 лет, поэтому она была очень счастлива. «Мой муж был гурманом. Я изучила кухни народов мира, китайскую и европейскую. Мы перестали обедать вне дома. Он обожал мои блюда, говорил, что лучше домашней еды, ничего в жизни не ел. Она не отрицает, что в их браке были проблемы. После того, как я вышла замуж, фильмы Наяра начали проваливаться. Более поздние его проекты тоже не преуспели. У нас было много кредитов, которые нужно было возвращать. Люди ждали, что я им все выплачу. К счастью, нам удалось преодолеть все финансовые трудности. Жили мы душа в душу». Ее муж умер от астмы в 1995 году, после чего Садхана жила спокойной жизнью, вдали от всеобщего внимания. В ее доме не было признаков былой славы. Ни фотографий, ни наград, ни воспоминаний. «Это была другая часть моей жизни. В тот день, когда я ушла из кино, я больше никогда не оглядывалась назад. Вот почему я не даю интервью. Я не хочу играть роли невесток и матерей. Это может показаться высокомерным, но я хочу, чтобы меня запомнили как симпатичную молодую Садхану и хорошую актрису». Сказала таинственная девушка из триллеров 60-х. Кто она такая, воскрешение и эта загадочная Анита. Садхана умерла 25 декабря 2015 года, после непродолжительной болезни. Она была очень больна и очень грустна. Никто из представителей индустрии не потрудился ей помочь. Люди из Болливуда приходят толпами, когда отмечают праздники, но никогда не пытаются узнать, что происходит в чьей-то жизни, счастливы они или нет. Она просила многих своих знакомых помочь ей, поскольку не могла справиться со своим ухудшающимся здоровьем и юридическими вопросами, но ни один не помог. У Садханы не было никаких родственников. Видя, что никто из отрасли не приходит на помощь, она попросила своих поклонников помочь ей, но, к сожалению, никто не помог. Призналась актриса Табасум в 2015 году. То, что у Садханы не было родственников, это на самом деле очень странное заявление и неправда, потому что Садхана была двоюродной сестрой актрисы Бабиты, тетей Каришмы и Карины Капур, но с ними она предпочитала не общаться сама. А уж насколько большой клан Капуров вы сами знаете. На сегодня все, с вами была Мила, до новых встреч!